МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Сегодня, 27 января, отмечается день снятия блокады Ленинграда. В нашей студии жители блокадного города Лидия Большакова и Эдуард Марчик. Они поделятся с нами своими воспоминаниями о том, что им пришлось пережить, и мы попробуем понять, что давало людям силу к жизни и волю к победе. Вы тоже можете присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Лидия Ивановна Эдуард Прониславович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что для вас этот день, 27 января, как вы его отмечаете и как сегодня его провели? Начинайте. Вы провели хорошо. Были какие-то мероприятия? Отвечу первым. Потому что действительно стал сегодня участником вот этого торжества. И вот есть такое выражение «из корабля на бал», а я наоборот. Сейчас в этой студии нахожусь из бала. Торжественного мероприятия. Да, в этот корабль информации. Для нас вообще 27 января – это, конечно, праздник, но праздник со слезами на глаз, как принято выражаться. Почему? Действительно. Потому что за эту победу было заплачено слишком дорогой ценой. Полтора миллиона жителей блокадного Ленинграда, защитников, погибло вот в этой битве. А праздник сегодня, конечно, прошел в основном наше старшее поколение. Сегодня на этом празднике пыталось довести до молодых, до нового поколения, что никогда нельзя забывать уроки истории. Почему? Вот когда мы сейчас погрузились вот в эту нашу современность, такое вот ощущение, особенно неподготовленной души, что ты находишься как бы один. Ты смотришь это на сверкающие витрины, смотришь это на проносящиеся автомобили, завидуешь там у этого, iPad такой, у меня такие вот джинсов нет. И ты как бы находишься в одиночестве. Вот что самое страшное. И вот благодаря вот этим героическим датам, а это официальные даты нашей истории, вот 27 января, как раз и происходит как бы ощущение человека, личности, что он не просто одинок. Это он наследник этой великой победы, которая действительно общая была победой. И вообще Россию, Россию общинную страну нельзя разобщить. Вот это беда нашего времени. И вот сейчас у меня такое личное ощущение, что наша элита поняла, что нужно немножко пересматривать и устои, и подходы там и так далее. Ну, можно в дальнейшем отвечать на ваш вопрос. Я немножко глубже коснусь этой проблемы. Лидия Ивановна, а вы были сегодня где-то или дома провели этот день? Дома я сегодня провела, боюсь выходить. Ну, вас поздравляли? Да, поздравляли. Скажите, а как вы попали вообще в Ленинград? Вы были жительницей Ленинграда или сюда приехали? Нет, я сюда приехала в 60-м году. А в Ленинграде жили? Я всю блокаду прожила в Ленинграде, училась в Ленинграде. Все, только 4 класса мы кончили, и началась война. Мне было 12 лет, когда началась война. И вот мы со школой нас в мае отправили в лагеря. Звучит страшно. В лагеря, в пионерские лагеря, да? В пионерские лагеря. В пионерские лагеря. И там нам пришлось пожить недолго. Тут же нам сказали, не заходите за кустики, никуда нас не водили. И держали нас, сказали, напишите домой, чтобы за вами приезжали. Потому что уже начали бомбить железную дорогу. Со мной приехала бабушка. Когда мы приехали в Ленинград, я его не узнала. Он был серым, хмурым. По Невскому уже шли люди с противогазами через плечо, хмурые, опущенными головами. И везли аростаты большие, тащили аростаты. И вот и все, и кончилось наше детство. А возможности эвакуироваться с родителями не было из города? Нет, папа в армию ушел тут же. Он говорит, в военкомат, значит, я пошел и не вернулся. Маму взяли на оборонительные работы. Вокруг Ленинграда они строили оборонительные. В самом Ленинграде. А мы дети. Нас собирали в дворах МПВО отряды девочки побольше, постарше. 15-16 лет там такие они вступали в МПВО. И вот нас собирали и давали нам задания. И мы должны были опойти. Квартиры, нет ли там. Очень хорошо всегда сохранялись. Вот покойники, чтобы не лежали. Тут же мы сообщали дворникам, где чего они приходили, заворачивали. Это вот девочки выходили 12 лет, выходили вот с такими заданиями. Да, задания. Потом мы дежурили на крышах с фугасной бомбы, ждали. Правда, в наш дом ничего не попало. Мы жили около московского вокзала. И в московской, около нас дома была большая церковь. Немцы сфотографировали и хотели, значит, вот лупить в московский, по железной дороге. А наши узнали. И тут церковь разбомбили. И вот это самое, тут эти руины были. И мы дежурили на крышах тоже. Там огромные бочки стояли с песком, с водой. Но нам не залетела ни одна бомба. И дом наш спас. И сейчас. Счастливые жильцы. А сейчас там выстроена станция метро «Восстание». Первая станция метро «Восстание» около нашего дома. Как раз вот «Невский» и «Восстание». Вы давно там были? Да, я в этом году, 9 мая. Вот в 14-м году у нас. Ну, не так давно. Нет, 9 мая мы как раз нас отправляли. А у вас там кто-то остался? Родственники? Родственники, да, есть. Там у меня еще и сестра двоюродная, племянница живет там. Понятно. Ну, у меня, видите, я, мама, когда еще живы были с папой, я приезжала, и мне 10 дней, и больше нельзя начинать ноги крутить, все действительно правильно. Из-за климата, да? Из-за климата, да. Вы знаете, к нам уже поступают первые реплики от телезрителей. Вот прочитаю. Зоя Дмитриевна сообщает, у меня отец воевал. Что они там пережили? И они нас сберегли. И большое ему спасибо. Это Осипов Дмитрий Агафонович, мой отец. Может, вы даже его слышали. Не слышали? Нет, не слышали. И следующее сообщение. Мы гордимся нашими отцами и дедами, которые все это прошли. Спасибо им огромное. Вот уже такой отзыв от телезрителей. Но мы вот остановились на Эдуарде Брониславовиче, вашей истории. Мы с вами хоть и встречались в этой студии, все-таки еще раз хочется послушать. Потому что вам-то было сколько лет-то всего? Да, действительно, мои, в отличие от Эдуарда, воспоминания, конечно, не столь уже личные, как, скорее всего, продиктованные словами моей матери. Ну, конечно, где-то на генном уровне и я все это ощущал. И даже вот такой эпизод достаточно вспомнить из моей биографии. Мать работала очень далеко от места нашего проживания. Мы жили на восьмой линии Васильевского острова. И она работала совсем в другом районе Володарского. И надо было 31 километр от нашего дома до места работы. Тогда же транспорт не ходил, все заледенело. Электричества не было, отопления не было. И поэтому добираться до места работы она могла только вот и до меня раз в четыре примерно дня. И вот она как мне говорила, вот такие ощущения мои личные. Я уже имел ответственность. Независимо от того, что мне не было еще четырех лет. Но я уже понимал, что на меня лежит ответственность. Какая? Когда в этот четвертый день она приходила, вся разбитая, уставшая, я должен был ее где-то вечером обязательно, буквально в смысле, тащить в бум-убежище. Потому что, как правило, вечером, где-то в 10-11, немцы начинали бомбить. Причем страшной бомбежкой. В нашем доме было бум-убежище. И вот я до сих пор, я эту фразу всегда повторяю, не забуду никогда. Перед моими глазами вот эти трещинки в этих мраморных ступеньках, это был бум-убежище. Я его сейчас зрим, зрим, представляю, как я вот ее нес свой. Еще такой эпизод, поскольку уж упросили такие вот ощущения. Конечно, они несколько детские, может быть, наивные. Но вот в чем они заключены. Наша семья очень многочисленной была. Отец был убежденный коммунистом. Было так называемое движение 25-тысячников. И он 8 лет проработал на Дальнем Востоке директором риссовхоза. В общем, убежденный коммунист был. Война застала его бригадиром по ремонту танков. Потому что полторы тысячи танков, кстати, во время блокады было отремонтировано и построено в Ленинграде. Представляете, в осаде находились люди. И вот когда он выводил головную машину танков, попала фугасная бомба, башню своротила. Но в этом эпизоде он не погиб. А погиб обычной тривиальной гибелью, смертью жителя блокады Ленинграда. Умер от голода. Почему? Потому что он был рабочий, получал так называемую повышенную 500 граммов хлеба. В то же время иждивенцы и мы, дети, 125 всего в тот период получали. И вот он отдавал эту свою порцию для меня. По сути, он спас меня своей жизнью. А пришли, когда он на работу не вышел, смотрят, он уже закоченел. И вся аптечка домашняя, там на три года можно было всей семьей, она опустошена. Он глотал, чтобы утолить чувство голода. Вот такие его вспоминали. Да, конечно, страшно. Вот правда говорят, что голод это было самое страшное. Вот в это время голод. И еще второе, что детям, к детям было особое отношение. Вот вы это подтвердите, что все старались помочь, лишь бы дети выжили. Вот все отдавали, а вот детям самое... Безусловно. Вот в этой связи нашим матерям, это вообще матери-героини. Настолько они жертвовали всем, чтобы спасти ребенка. Даже иногда стоял вопрос, она готова была отдать свой паек ему, но она задумывалась, если она это сделает, ребенок не выживет. Без нее. И вот поймите состояние женщины на глазах ее умирающей ребенка, она не может ему ничем помочь. Вот, кстати, наше общество, жители доблокадного Ленинграда, когда создавало музей в 90-й школе, это непременно, надо сказать, потому что музей действительно обладает, ну, уникальным. Уникальным. Мы снимали этот музей, там и... И вот, когда я первый раз зашел, открыл дверь, я уже был готов, подготовлен, потому что я знал, что художник там изобразил манекен женщины больного, вы видели это, да? Да, да, да. Я когда открыл дверь, у меня такое было ощущение, с ней поздоровался. Настоящее. Настоящее, действительно. Это вот, действительно, я рекомендую просто жителям нашего города посетить этот музей. Это зримо, да, 90-я школа, музей, да, блокадный Ленинград. Да, 90-я школа представляет, действительно, зримо. Я знаю, что у вас еще сейчас есть одна задумка, воплотить ее, установить памятник, да, или вот вы мне рассказывали. Да, ну, действительно, пользуюсь случаем, я могу рассказать об этом. Да, да, можете, да, сказать, чтобы... Вот, реализовалась одна наша инициатива, это вот музей. Да. Теперь мы вышли с инициативу в прошлом году, еще был Азаров нашим мэром, и он горячо поддержал эту инициативу, и пообещал даже определенные деньги выделить, но он спросил, а где же проект? Проект чего? Проект мемориала. Вот, мемориал. Посвященный блокаде Ленинграда. То есть это в ваших мыслях, это вот общество блокадников есть у вас такое, да? Да, да, мы вышли с такой инициативой. И вот, если позволить, я просто немножко расскажу об этой, ну, пару слов буквально, потому что, действительно, это не просто интересно, это нужно, это нужно всем людям нашего города. Значит, просто я хочу поблагодарить ребят, студентов университета архитектурного, которые приняли участие в разработке этого проекта, и 60 студентских работ выполнили. И мы даже были в растерянности выбрать какой-то лучший. То есть надеемся, что в Самаре будет... То есть теперь осталось его реализовать. И я думаю, что вот следующее сообщение от Равиля Исаковича будет как раз в помощь всем нам, потому что он хочет передать в помощь денежные средства. И оставил свой сотовый телефон. Представляете, вот какая отзывчивость. Просто можно аплодировать этому человеку. Да, действительно. Вот вы только что рассуждали о том, что люди у нас одинокие, и что особенно вот в это время это ощущается. А вот видите, люди подтягиваются со своими... Нет, когда действительно вот обращаем душу человека вот к этим ценностям... Да. Вот, кстати, вот наша современность очень тяжело молодым сейчас. Почему? Потому что у нас прививка есть у старшего поколения. А у них ее нету. И когда вот эти ценности, шкала перевернулась, у нас была какая шкала? Прежде думая о родине, а после о себе. И это не пафос был. Да, Лидия Ивановна. А сейчас наоборот. Вот Эдуард Брониславович поделился уже своими впечатлениями, такими страшными воспоминаниями. А у вас вот осталось такое воспоминание, которое вот нет-нет и приходит, возвращается к вам? Ой, очень много таких вот воспоминаний ужасных. Уж до сих пор они не ушли у меня. Вот как эти бомбежки, обстрелы, как это все было страшно. Но мы уже потом привыкли. Вот летит самолет над тобой, свастику видно. И смотришь, бомбы пускают. Не одна бомба. Уж мы сначала в подвалы вот эти бегали. А потом смотрим, куда попадет. Человек уже привыкает ко всему, как говорят. А вот относительно голода. Вот вы сколько кушали в день? Вот сколько вам удавалось? Как вы это переживали? Молодой растущий организм? Да. У меня брат был маленький, два года. Он умер быстро, потому что есть нечего. А брат еще восемь лет был. И вот я самая старшая была. Маму взяли. Мама потом, когда придет, говорит, я иду домой. Как вот рассказывают. Устала я все и думаю, живы вы или нет, может быть. А детей же брали, таскали. И вот она таким тоже расстройством шла. А мы в школе в сентябре не открылись школы. В октябре только открылись. А там уже начались морозы. И мы в школе сидим в рукавицах, в шапках, пальто. В чернильницах замерзали чернила. Ну и мы посидим, какими-то лепешечками нам там покормят. И идем домой. Задания домашние давали, да. Еще давали нам. Эти вот МПО придут, давали. Нам, во-первых, надо было воду домой принести. И еще бачки в убежищах там налить. Потому что дети с матерями. Вот. И мы ходили за водой. Мы ходили за водой. Ну, квартал два, наверное, на Пушкинской нам открыли колодец там. И вот мы зимой ходили за водой. А как вода зимой замерзает. А люди-то еле-еле набирают. И все брызгают. И когда уже подойдешь, там горка. Залезешь на животе, на эту горку. Начерпываешь воды опять, если заливается. И вот несешь бетончик домой, бетончик туда. Ведешь уже весь мокрый. Весь придешь. Погреться дома нет. Вот эти буржуйки топили сначала там книги, чего там. Потом, значит, стали ковырять паркет. Вот эти маленькие. Так удачно было нам. Паркет наковыряем. Они маленькие, сухие. И мы этим паркетом. И вот просушимся. Воды накипятим. И вот так. И опять переоденемся. Пошли в очередь за хлебом. Хлебом стояли. С этими 125 граммами. Квартала два, наверное. Стоишь, стоишь. Придешь. А там уже хлеба нет. Подходишь. Хлеб кончился. Идешь в другую булочную. А там свои уже тоже разобрали весь. И вот до завтра хлеба нет. Ой, какой кошмар. А вот правда говорят, что, извините, что перебила, что блокадники даже потом, в дальнейшей жизни уже сытые, они вот все крошки собирали и никогда не могли даже хлеб выбросить. Вот остатки там остались. Это святое дело. Да, у нас каждая крошка была прям вот так вот собирали. А вот можете сказать, вот самый главный урок. Вот чему вас научила блокада Ленинграда? Вот что вы вынесли из нее? Вот экономия, наверное, какая-то. Экономия? Да. Да. Мы до сих пор вот все это... Вот дочь у меня другая. Вот сейчас все надо выбросить, все это. А я вот не могу до сих пор выбрасывать ничего. Эдуард Пронеслович, а вас? Ну я что вот вынес из этих страшных дней? Что выстоять можно только, когда мы вместе. Вот такой маленький эпизод. Опять же из моей скудной биографии блокадной. У нас был дом, шесть подъездов и восемь этажей. Я на седьмом этаже живу. Попала фугасная бомба. Пять подъездов полностью были разрушены. И остался один подъезд. Вот как нам на седьмом этаже, там еще одна девушка, Наташа была девочкой, как нам выбраться, если бы не взаимовыручка, не взаимопомощь, просто мы бы там куковали на этом седьмом этаже и все. Взрослые догадались, связали простыни, перекинули через балку, белевые огромные корзины, уложили нас туда, детишек, в этой корзине и спустили. То есть проявляли взаимовыручку. Вот я самое главное выводил. Еще такой маленький эпизод, подтверждающий действительно мою мысль. В 42-м году, когда уже весна наступила, все пустыри были засеяны. Огороды сажали. Морковка, капуста, там все. Причем даже у соседа не было мысли взять морковочку с чужого участка. Даже мысли такой не было. То есть вот только взаимовыручка, она и помогла спасти. То есть это назидание молодым. И вот как раз вот в это время, по воспоминаниям других блокадникам, как раз вот моральная сторона вопроса, да, обостренная была. Вот я хочу сейчас цитату академика Дмитрия Сергеевича Лихачева процитировать, тоже пережившего блокаду. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность. Вот так он вспоминал о блокадном Ленинграде. А у вас были вот такие случаи, где когда вот от людей, которые вот пренебрегали моралью, отворачивались? Вот кто не смог уже справиться со своими какими-то вот... Ну, что-то своровало или еще что-то. Как к этим людям относились? Я просто вот из истории, просто из литературы знаю, что были страшные случаи каннибализма. Да. И было вот даже встретил там в литературе, что где-то в 42-м году летом был суд, где судили 60 человек. То есть, ну, это о чем говорит? Что люди были доведены до такого отчаяния, до такого состояния. Ну, а в силу своего возраста, я, конечно, вот лично таких впечатлений полностью я не встречал. Ну, это хорошо, конечно. А вот от чего все-таки люди вот в таких страшных условиях, если до сих пор ученые анализируют, как вот люди могли выжить в таких условиях, а как вот вам кажется, силы вот от чего все-таки были? Когда опять же вот по тем же воспоминаниям говорили, что вот ослаблялись первыми мышцы, которые не работали, да, и если человек уже ложился, он уже не поднимался. А все равно ведь сколько людей выжило и следили за порядком, особенно вот санитарные нормы, как вот вы говорили, как вот это все следили за этим, чтобы нигде не было ни запустения какого-то вот такого. А мы ходили, 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 было холодно дома везде, холодно везде. Так как там одевались? Вот не знаю, показывают, нет по телевизору. Мы же вот обычно оделись, да, потом мы на себя накидывали пальто, там шапки, там все это, а потом мы накидывали на себя одеяло, кто одеяло, кто большие эти платки были, шерстяные. И вот так ходили, такими вот чучелами чуть-чуть передвигались, там не видно было, кто идет, ребенок, взрослый. А потом вот еще такой случай у нас был. Очень же много снегу навалило, все завалило, даже троллейбус только видно было, палочки чуть-чуть. И вот в это время, снег, люди протаптывали эти самые дорожки. А темно было, ведь все, даже вот такая коптилка маленькая должны были закрывать шторами черными дома, в домах, кстати. И нас тоже сказали, чтобы мы обошли весь дом и смотрели, чтобы ни одной, летают же самолеты немецкие, чтобы не видно было, чтобы они бомбу сюда не бросали. И вот однажды, да, вот по этим тропиночкам пробирались, нам давали эти звездочки такие, они светильнички, с сереноватым, зеленоватым каким-то голубовым цветом. И вот друг к другу идешь и отворачиваешься вот так вот. Вот началась, я пошла рядышком к подруге, в этой самой рядом у меня жила в доме. Посидел там, начался обстрел, ну и мы пореждали этого обстрела. Я пошла домой, прихожу в свою парадную домой, темно, одни светильнички кругом, думаю, что такое. Я сюда, люди молчат, сюда тоже. Потом, значит, тут пройти не могу, лежат полно всех. Ну, я перебралась через них, пошла домой. А утром, мы же дети ведь, все везде знать должны. Прихожу к дворнику, говорю, что там такое было, я в свою парадную не могла вот пройти. Она говорит, мы целую машину вывезли, зашли, они спрятались от обстрела, и целую машину вывезли покойников, все они замерзли. Вот таких очень много примеров, таких вот вы. Поэтому вот мама, когда приходила домой, она идет и говорит, как я боюсь, целого или нет. Да. А вот у меня ответом на этот ваш вопрос просто такое рассуждение будет. Очевидно, вот стойкость проявляли именно те, кто заботились о других. Вот это самое главное. Понимаете? Да. Это придавало ему моральные силы. Да. Вот такой яркий пример. В Самаре, тогда в Кубишеве, Шестакович написал седьмую симфонию героическую. А исполнялась она в осажденной Ленинграде. Вот представляете, во-первых, нету состава, со всех фронтов собирали скрипачей, виолончелистов, посажденных в Ленинграде. И транслировалось это на немецкие окопы. И вот уже читаем сейчас воспоминания солдат немецких, там какого Ганса. Он говорит, когда я услышал вот эти торжественные звуки вот этой симфонии, я понял, что русского нельзя победить. Вот тогда уже был действительно город Ленина как бы уже начал освобождаться. А это был еще 42-й год, еще до победы было почти два года. То есть вот сила давала еще вот такая ненависть к врагу, да? Конечно, конечно, конечно. Выжить и победить. Я хочу еще одну цитату, вот опять же в подтверждение ваших слов привести, Дмитрий Сергеевич Лихачева. Он так писал, я думаю, что подлинная жизнь это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры. Одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было, все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели, только хорошие. Совершались чудеса. Это вот то, что вы говорите, что кто помогал, да, вот у них силы появлялись вот от какой-то доброты, да? Вот они отдавали, кажется, вроде бы, тратили свое, а в ответ что-то вот получалось. И вот если вернуться все-таки к нынешнему поколению, вот скажите, пожалуйста, вы сегодня востребованы, вот ваши знания, кому вы, с кем вы можете поделиться своим опытом? Чувствуете ли вы в этом необходимость, что нужно говорить об этом? Как вас, если ходите в школы или куда-то делитесь, как вас воспринимают дети? Дети хорошо воспринимают. Однажды мы сидели, не помню, в 70-х, какой-то в школе уже забыла, и рассказывали вот это все это. И какая-то девочка подходит, плачет и говорит, нате вам печенье, ты покушай. Она не поняла даже, что мы рассказываем старую жизнь. А она так воспринимала, как будто мы сейчас голодные, и несет нам это самое печенье, которое мама ей дала. Да, вот так. Ну, вот вы в сердце попали ей. Дети хорошо воспринимают. Тишина, в классах тишина. Даже бывает так, что они собирают не один класс, а в зале много классов собирают сразу. И вот мы, Эдуард Брониславович, ваше общество, вот тоже, вот какую работу вы проводите? Ну, вообще, в целом, я должен сказать, что наша городская общественная организация, жители блокадного Ленинграда, она существует уже с 90-го года. И вот основным вообще направлением нашей работы с того еще времени, вот, как раз было патриотическое воспитание молодежи. Почему? Потому что вот наш опыт мы обязательно должны передать вот этому поколению. Мы должны провести прививку вот этих ценностей, духовных именно ценностей. Потому что вот лично для меня вообще люди делятся на две категории. Это люди материального плана, потребители, что сейчас вот превалирует, к сожалению. И люди духовного плана. Вот, потому что вот как раз наше общество, нас сейчас уже не так много осталось, вот, даже 300 человек уже не насчитать. И вот мы, естественно, с первых дней нашего создания и как раз были, вот, работали в этом направлении. Вот вдумайтесь, за эти годы нашими вот участниками, я-то прикинул, около тысячи уроков мужества были проведены во всех школах. И издано пять изданий наших воспоминаний, книги. Они находятся сейчас в музеях, можно их прочитать. Затем вот эти, допустим, музеи созданы. В 175-й школе есть музей, в 128-й школе у меня есть музей, в 90-й школе, вот, последний самый, я считаю, лучший. И вот, и там идет работа не просто, вот мы им рассказываем, ребята, они уже как бы через себя пропускают вот эту упорпею. Вот как Люди Ивановна, говорите. И становятся действительно уже как бы нашим единомышленным соучастниками. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы чувствовали к себе особое отношение? Вот когда вы говорили, вы когда-то вообще, вот, когда устраивались на работу или работали где-то, знакомились, говорили о том, что вы перенесли такое, вы житель блокадного Ленинград. Когда мы на работу устраивались, нас даже никто и не спрашивал, и никто и не думал, что мы в блокаде, это недавно совсем началось. Ну, а вот когда началось, вы чувствуете особое отношение к вам? Конечно, сейчас есть. А как же раньше так, пережили такую блокаду и никакого особого отношения? Нет, никто, как-то не отношение такое. это объяснимо. Это все идет с официальной постановки задачи. Вот сам указ о присвоении именно жителя, он относится недавно, 90-й год. И вот тогда, когда мы поступали на работу, мы об этом даже не думали. Естественно, никаких привилегий мы не имели и так далее. Хотя ваше человеческое качество, конечно, все равно отличается от тех, кто это не прошел. Вот в этом я убедилась. Естественно, это уже на денном уровне. Огромное. За то, что вы пришли. Еще раз у вас с праздником, с таким. Всего хорошего. Главное здоровья. Спасибо вам за внимание. До свидания.